Девушки отдыхают... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серёга! Краснов! Посмотри на меня! Серёга! Серёга! Ну, как ты тут? Моргни, дай знать. Вызывайте скорую срочно! Ну, что встали! Не шевелись! Не шевелись, мы тебя сейчас вытащим. Пошло оно всё чертям собачьим. Мне бы только выспаться. Мне бы только... Пора достанем, ублюдка. Без ордера, без санкций. Серёга. Уйдёт. На этот раз навсегда пора. Двенадцатый. Захват. Пошли, 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 пошли. Прощайте, погоны. Можем. Рот за мной. Тихо, 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 тихо. Побежда. Пошёл, пошёл. Вперёд! Первый налево! Давай, за мной! Я запрошу. Эй! Руки! Руки, мать твою! Руки! Я уже никуда не бегу. Я уже руки поднял. Капитан, а у тебя на меня ничего нету. Через два часа меня выпустят, а тебе по тыкве настучат за то, что ты меня безордерный арест взял. Ага, и ты опять будешь бегать за мной с высунутым языком, как собака. Это точно. Смешно тебе, да? Ага, арестовуй меня, арестовуй. Я уже ужинать буду, а мой адвокат тебя набяли, ну! Ну, это бабушка надвое сказала. Держи. Что? Слабо пристрелили капитана милиции, а, Мирошкин? Спишь и видишь это тогда. Способен только детей насиловать. С мужком разобраться не можешь, паскуда. Нет, капитан. Этим ты меня не купишь. Я так и знал. Трус и мразь. Масть петушиная. Выродок сучий. Раек! Сомов, запротоколируйте. Снимите пальцы со ствола, сфотографируйте, выполняйте. Понял. Что? Ничего. Ловко-то его. Я все видел. Я знаю, ты видел, что я застрелил убийцу и насильника. Зато теперь большая часть населения страны будет спокойной со своих детей, отправляя их на улицу. Так ведь, Леха? У каждого человека должен быть шанс на оправдание. А. Вот как. Что ты хочешь этим сказать? Ничего более того, что было сказано, товарищ подполковник. Убит человек при незаконном задержании. Убит преступник, оказавший вооруженное сопротивление. Все были в штатском. Ордера никто не предъявлял. Сожительница Мирошкина утверждает, что он принял ваше хархарство за бандитов. И абсолютно точно никакого пистолета у него не было. Моя группа посла его целый год. Он натворил столько, что хватило бы на три пожизненных срока, и каждый раз он ускользал отсюда. Так что ребенку ясно, кто такой этот Мирошкин. Приказ начальника управления об отстранении от всех дел капитана Краснова до выяснения обстоятельств незаконного задержания и смерти Мирошкина. Капитан Краснов, сдайте оружие. Вы отстраняетесь от расследований на неопределенный срок. Замечательно. Именно такого поощрения я ожидал от непосредственного начальства. Все. Детали обсудим позже. Постарался. Рад, небось, Минков. Светит повышение по службе. Глупо, капитан, глупо. Думаны словами, прежде чем говорить. Все. Все свободны. До встречи, капитан Краснов. Я на минутку. Дурак! За моей спиной, как ты мог, не предупредив? Что, Богом себя возомнил? Рапорт на стол. Удостоверение сдать. Как сдать удостоверение? И благодари Бога, если все закончится только вот этим. Товарищ подполковник. Прекратить разговоры. Рапорт завтра утром. А потом на допрос начальнику службы собственной безопасности. Я не собираюсь участвовать в этой клоунаде. Это ты закон называешь клоунадой? Вы меня поняли, что я имею в виду, товарищ подполковник. Рапорта не будет, я увольняюсь. Серега? При всем уважении. Дважды дурак! Серега! Впрочем, как знаешь, плакать не будем. Ну, ты что хотел? Я тебя не сдавал. Я был на допросе, но тебя я не сдавал. Я знаю. Ну, они дают на меня, они говорят, что я с тобой в сговоре и прикрываю тебя. Да это теперь уже не важно. Слушай, Серега, не дурей. Ну, ты же сам прекрасно знаешь, что творится в стенах Петровки. Уходи теперь оттуда из-за этого. Я тушачил 15 лет. А теперь внутренние службы все повесит на меня. Все просчеты и ложу от дела. Да чушь ты говоришь, чушь. У тебя раскрытых дел больше, чем у всего отдела. Да-да-да-да-да, я хороший сыщик. Но ты вспомни, сколько дел я проводил так, без обязательных протоколов и прочей писанины. Только чутьем и рытьем земли. Этого ублюдка мы вели столько, что забыли, как и когда мы документировали наши действия. А теперь это Минков с своим расследованием. А внутреннему отделу нужен только повод. Начнут копать под меня, вытаскивать всю грязь за век, не отмоясь. У Максимова, так, чтобы ты знал, двигают начальника управления. И ему вступаться за меня нет никакого резона. Ему светит с мэром завтракать. И он эту перспективу не променяет на мою репутацию. Единственный выход для меня – валить из органов. Слушай, Серега, не пари горячку, а? А ты не суйся, Лёха. А то что доброго начнут тебя щипать за яйца? А у тебя семья. Что-нибудь выбрали? Что больше? Нет аппетита. Бывай здоров. Серега! Субтитры сделал DimaTorzok Слушай. Наконец-то. О чем дело говори? Два пункта. Тут к вам пришли и ждут уже час в кое-то веке события. Будете? Через полчаса дальше. Из банковых уведомлений о штрафных санкциях в связи с просрочкой выплаты по кредитам. Сумма. Не смешная. Второй уже. Принес судоисполнитель, грозился описать имущество. Я разберусь. Скоро буду развлекать клиента. Нет уж, сами развлекайте. Это дама, босс. Дама? Чш... Ладно, еду. Ладно, еду. Что? Извините, пробки. Понимаю. Через минуту, если позволите. Ради бога. Еще минуту, я потерплю. Ради бога. Что? Вот тут справа, босс. Спасибо. Всегда пожалуйста. Да не волнуйтесь, вы босс. По-моему, обыкновенная психичка. Зови. Есть босс. По-моему, обыкновенная психичка. Я весь в обнимании. Прошу вас. Итак... Не знаю, с чего начать. Если вы не против, я заполню вашу анкету. Точное имя, фамилия, год рождения и... Фрейн Анна. Только я вас очень прошу, никаких записей и протоколов. Боюсь, мое дело строго конфиденциальное и личное. Оно, на первый взгляд, может показаться странным. Ну что ж, рассказывайте, Анна... Просто Анна, прошу вас. Слушаю вас внимательно. Прошлой зимой я отдыхала с мужем в Куршавелле. Но это горный курорт. Я в курсе. Катались на горных лыжах. Муж сказал, что я упала и ударилась головой о пластиковое ограждение трассы. Обследование врачей показало небольшое сотрясение мозга. Но позже я стала замечать, что я не всегда помню, что происходило со мной накануне или ранее. В общем, частичные потери памяти. То есть? То есть, утром я не все помню, что со мной происходило накануне. Но чем же я мог вам помочь? Я юрист в некотором смысле, а не психиатр. Да слушайте меня, пожалуйста. Мой врач, помимо медикаментозного лечения, предложил новый способ восстановления памяти. Механический метод воспоминания. А именно? Он предложил, необходимо, чтобы кто-нибудь снимал мой день на видеокамеру, а на следующий день показывал отснятый материал. По его мнению, это поможет восстановить память. Почему вы ко мне обратились? Я не совсем... Это должен быть компетентный человек, ответственный и представляющий закон в некотором смысле, чтобы соблюсти все меры конфиденциальности. Вы меня понимаете? Пытаюсь, поверьте. Мой муж весьма заметный человек. Мне бы не хотелось придавать огласки семейной проблемы. Значит, потеря памяти. Вот заключение моего врача. Итак, вы хотите, чтобы я ходил за вами и весь день вас снимал. Правильно я понял? Да. И день, и вечер. И на следующий день я буду отсматривать отснятый материал. Это сложно. Странно, по крайней мере. Согласитесь, что в основном просят снимать кого-либо. Я понимаю. Но я собираюсь платить вам за эту работу тысячу евро в день. За каждый день. Исходные материалы за отдельный счет. Вас это устраивает? Да. Но я никогда этим не занимался. Можно, конечно, попробовать. Я прошу прощения, но у меня не очень много времени. Я согласен. Отлично. Вот по этому адресу. Каждое утро я буду ждать отснятый материал. Копии строго не делать. Понимаете? Конечно. Одна деталь. Что мне не снимать? Снимать надо все. И во время слежки в контакт со мной не вступать. Ни в коем случае. Постараюсь оправдать ваше доверие. Постарайтесь. Если возникнут текущие расходы, не стесняйтесь. Мой день начинается с полудня. Насколько я помню. Провожать меня не надо. И прошу вас, о нашем разговоре никто не должен знать. Вы обратились к профессионалу? Я надеюсь. Всего доброго. Всего доброго. Все в порядке, Сергей Юрьевич? Возьми этот бланк медзаключения. Позвони и проверь достоверность. Это закрытая информация. Придумай что-нибудь это важно. Попробую. А что-то не так? Как сказать, странно. Чем только мне приходится заниматься. Но деньги у нас теперь есть. Возьмите, оплати по кредиту. И мое жалование? Конечно, и твое жалование. И весь день вас снимал. Правильно я понял. Да, Таня. Есть подтверждение. Профессор, некто Кудрявцев Анатолий, врач-психотерапевт. Заключение, выданное им на имя Анны Михайловны Фрейн. Дата и печать соответствуют клиникам и сервисам на авиамоторной. Спасибо, ты свободна сегодня. Спасибо и вам, босс. До завтра. Я позвоню. Обещайте. Субтитры подогнал «Симон»! Босс, это я. Да, Таня. Два пункта. Первый. Клиентка замужем за Германом Фрейном, владельцем контрольного пакета «Траннефти», президента корпорации «Адель». Женат на Анне два года, Анна бездетна. Прошлое невнятно, ну, что типа актриса. Модель неинтересна. Также второе – замужество. Нынешний муж большой политики, спонсор губернаторов. Но ничего криминального за ним. Популярен в желтой прессе. Сами понимаете. Богат как рез, олигарх. Счета за бугром. Офисы и представительства в США. Дальше. Второй пункт. Звонил Фомин, просил перезвонить ему. Напомнил, что лицензию на ваше личное оружие нужно продлить на следующей неделе. Больше ничего? Все. Распечатай мне информацию по Герману Фрейну, подшеив досье и положи мне на стол. Я позже заберу. Все. Есть, босс. До связи. И перестань называть меня боссом. Хорошо, босс. И перестань называть меня боссом. Продолжение следует... 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Голубки, куда на этот раз? ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Полина, ну ти же, ну держи себя в руках А кто это? Какой интересный мужчина А че ты такой серьезный? Простите, вы мне не поможете проводить девушку к столу? Что? Нет Будьте джентльмену, прошу вас Видите, девочка чуть-чуть перебрала Ладно Простите, что так вышло В следующий раз не стойте у женских туалетов Можете нарваться, на что и похуже Мне не сложно Да ладно, не врите Вас же сейчас тошнит Но все равно спасибо Молодой человек Помог мне с Полиной Внимательный, учтивый Весьма замечательный И привлекательный, правда, господа? Разделите с нами ужин Не стоит беспокоиться Прошу вас Да ладно, оставьте его Он наверняка со своей дамой Которую он в туалете забыла за нас Спасибо и до свидания Идите, пожалуйста Я тебе оставлю на время Субтитры сделал DimaTorzok Ты нарушил обещание Какое обещание? Ты заговорился Но это ты со мной заговорил Я просто ответил Я хочу спать Я хочу спать Мы слушаем Слушаем вас, капитан Фомин Нечего добавить Я уже все сказал Но это не совсем так, капитан Вот, например, дело Савельева Вы его помните, это дело? Смутно Когда я стал напарником Краснова Дело уже передали в суд Во время расследования Савельеву никак не могли предъявить обвинение Не хватало очень важной улики Орудия убийства А потом Волшебным образом Краснов находит нож Причем на месте преступления Там, где оперативники Перерыли все Приобщает нож к делу Савельев получает срок А Краснов и весь отдел Благодарность министерства Ну, он хороший сыщик Ему повезло Он нашел то, что другие проглядели Или подбросил В пылу, так сказать, служебного рвения Он же хороший сыщик Копаете под Краснова Мы, капитан Фомин Проводим официальное Служебное расследование Я бы вам очень посоветовал бы Выбирать выражения Нас не интересует Прошлое Краснова Нам нужно знать Чем он сейчас занимается В своем агентстве Какое дело ведет Краснов? Вы же друзья Он наверняка вам рассказывал Я не знаю Мы о делах не говорим Послушайте А можно без протокола? Давно бы Я, конечно, понимаю Чем грозит это расследование Для таких, как я И Серега Краснов Но я все-таки скажу Вот вы сидите В креслах тут В кабинетах своих Штаны там протираете Только ждете Что кто-то из нас Споткнется и облажается Вот тогда для вас раздоль Вот тут вы радуетесь А когда сыщик из-под земли Достает всех этих Насильников И отморозков А потом один за другим Сажает их в тюрьму Вот здесь у вас Сомнение возникает Как так произошло, а? Как это у него Так все складно получилось? Что-то здесь не то И вам вроде бы И перед начальством Отчитаться нечем Вот тут вы начинаете Шакалить А пойти Дерьмо наше разгрести Кишкотанка Так вот, что я хотел сказать-то А не пошли бы все, а? Включайте микрофон Фомин не сдаст Краснова Копайте сами Все Да Анна Михайловна, это Краснов Кто? Так, ладно Я вам оставил диск Посмотрите его Я через пять минут перезвоню Какой диск? И весь день вас снимал Правильно, я понял И на следующий день Я буду отсматривать Отснятый материал Анна Михайловна, опять Краснов Краснов Я посмотрела диск И все вспомнила Вот что Я отпустила охрану Заходите Дверь будет открыта Понял Дверь у себя М Проходите, располагайтесь. Я скоро. А, понял. Поехали. КОНЕЦ Что вы? Это ваш? Это пистолет моего мужа. Я наводила порядок в ящиках и забыла положить его обратно. Уберите. А на него есть разрешение? Наверное, откуда я знаю. Меня никогда не интересовало, что и как делает мой муж. Положите на секретер. Он заряжен. Так не следует делать. Патрон необходимо хранить отдельно от пистолета. Вы принесли видео? Да, они в кофре. Их чуть больше, чем обычно. Хотите, я сварю вам кофе. Сергей. Можно я буду вас так называть? Могу я вам предложить что-нибудь покрепче кофе? Я за рулем. Вызовем такси. Машину можете оставить здесь. Ее тут никто не тронет. А можно вопрос? Давайте. А где ваш муж? Он здесь не появляется? Герман Исаакыч слишком занятой человек. Он обычно уезжает в наш загородный дом. Сергей, я могу вас попросить разделить со мной ужин? Я отпустила прислугу. Мне как-то не по себе сегодня. Хорошо. Вы с ним не ладите? Нетрудно догадаться, правда. Что будете пить? Немного виски. Мужской выбор. А мне мартини. Вы доставайте из бара все необходимое. Я пойду накрашу овощей. Сергей. А расскажите о себе. Как вы решили заниматься частным сыском? Так вышло. После увольнения из угрозы ска. А почему... Почему вы решили опять заняться этим делом? Потому что это единственное, что умею в жизни. Ну и как успехи на частном поприще? Не очень. Вы вторая моя клиентка. Ну да. И это обальная на голову. Не густо. Это точно не густо. Пустое. Давайте выпьем и поедим. Я, честно говоря, со вчерашнего вечера ничего не ела. Приятного аппетита. Спасибо. Я пью за вас. За вашу преданность своему призванию. Не то, что некоторые. Я вот свое призвание променяла на... Замужество. На... Счастливую судьбу, как мне казалось. А потом выяснилось, что за все нужно платить. Что ничего просто так не дается. Сергей. Вы женаты? Простите за бестактность. Я в разводе давно. Не сложилось. С моим характером. С моим характером. А что... Не так с вашим характером? Меня находит иногда. Как сказать. Могу молчать несколько дней подряд. Я вас понимаю. Вот как? Я тоже люблю молчать. Особенно, когда... Говорить не с кем. Да и не о чем. Могу. Извините, я отвечу. Ради Бога. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Не берете трубку? Я уже звонила. Где вы? Я не могу говорить сейчас. Позже. Когда позже? Время одиннадцатый час. Где вы? С ней. Тань, не городи чушь. Я позвоню завтра. Значит, с ней. Да к чертям, Краснов! Я не собираюсь, словно московская сторожевая, ждать тебя у порога и хранить верность твоей разыгравшейся похоти. Тань, перестань. Спи с ней дальше. Таня! Я увольняюсь. Ключи оставлю на охране. И не звони мне, Краснов. Что-то случилось? Моя помощница. Похоже, она уволилась. Это из-за меня? У вас не роман? Нет. Нет, она просто работала на меня. Кажется, я с ним был груб. Черт, еще один прокол. О чем вы? Да так, ладно, разберемся. Завтра поговорю с ней. Может, все и уладится. Вы меня извините, если я стала причиной разлады с ней. Я не хотела. Видит Бог. Да вы здесь и ни при чем. Знаете, Сергей, я... Я искренне пыталась полюбить мужа, но как-то все разваливалось, не успев наладиться. Он требовал от меня беспрекословного подчинения. Фактически дрессировал меня. А мне нужна была страсть, от которой холодная вода под душем кажется кипятком. Знаете, какое самое отвратительное для меня чувство? Это... это зависимость. От всего. От проклятой бедности, которая во мне унижала все. От людей, которые решают твою судьбу. А она ведь одна. Моя жизнь одна. За каждую маленькую радость в этой жизни приходилось платить огромную дань. Все самое лучшее и настоящее почему-то происходило не со мной. И самое обидное, что это происходило с людьми, которых я знала близко. И вот они... Ну, они точно не заслуживали этого праздника жизни. Простите меня. Я вас тоже удручил своим нытьем, своими жалобами. Иногда... Так просто необходимо, чтобы кто-нибудь выслушал им. Не надо плакать, Аня. Прости меня. Дурацкие слезы. Будь со мной сегодня, ладно? Не бросай меня. Я тебя очень прошу. Прошу. Будь со мной. Не бросай меня. Будь со мной. Не бросай меня. Не бросай меня. Анна. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Анна. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Чего? Твой? Похоже на то. В сейфе порылись? Нет. Багажники вашего автомобиля. И там же мы обнаружили драгоценности и банковские доверенности на получение нескольких миллионов в различных иностранных банках. Какой багажник? Этот пистолет был оставлен мной в сейфе. Это, может, могла бы подтвердить моя помощница, Боброва Татьяна. Да в чем, черт возьми, меня обвиняют? В убийстве кого? В преднамеренном и хорошо спланированном убийстве Германа Сакча и Анны Михайловны Фрейн. На месте преступления найдены неопровержимые улики против вас, Краснов. А именно, отпечатки ваших пальцев на мебели, посуде. Также на месте преступления найдены вот эти гильзы от пистолета Макарова. Баллистическая экспертиза показала, что эти гильзы выпущены из пистолета Макарова, найденного в вашем багажнике. Анна убита. Этого не может быть. Вот фотографии с места убийства. Узнаете? Это ошибка или подстава? Я никого не убивал. Я не убивал Анна, моя клиентка. Далее. В вашем багажнике также обнаружен кофр с видеокамерой и DVD-дисками. Просмотр показал, что вы вели за жертвами наблюдение и днем, и ночью. Я снимал Анну Фрейн по ее просьбе. Это был ее заказ. Есть контракт, подтверждающий это? Она просила, чтобы все было без контракта. Конфиденциально. Есть запись нашего с ней разговора. Посмотрите в дисках. Мы все посмотрели. Этой записи мы не обнаружили. Значит, контракта не было. Удобно, правда, да? Диск с записью нашей беседы об условиях найма. Я оставил Анне Фрейн. Он должен быть у нее в доме. На нем надпись фломастером. Хватит! Мне нужно признание, Краснов. Да это смешно. Я никого не убивал. Вы что, в это не верите? Хорошо. Покажите ему видеозапись с камер наблюдения. Ну, что скажешь, Краснов? Это бред какой-то. Может, это сама она убила своего мужа и подставила меня? Ну, конечно. Конечно, Краснов. Конечно, она сама. Это она сама измазала себе живот твоей спермой. А потом испачкала твой пуловер в крови своего мужа и запихнула в стиральную машину. И только после этого зверски избила себя, а потом задушила. Конечно, это она сама. Это абсолютно понятно. Послушай, подполковник. Неужели я, капитан Угрозска, оставил бы такую кучу лик против себя? Мне припрятал пистолетик. Надя, берите меня с потрохами. Ну, вы что, в это верите? А может, ты стал настолько самоуверен, что не ожидал такого разворота событий? К тому же есть свидетели, которые видели тебя в день убийства около дома. Это факты, Краснов. Они неопровержимы. Я этого не делал. Допроси всех ее знакомых и друзей. Большую часть этих друзей я снимал на камеру. Я следил за ней, но я никого не убивал. Серег, может, ты просто не помнишь ничего? У тебя в крови обнаружен алкоголь и наркотики. Я не знаю. Я ни хрена не помню. Может, все эти мои пальчики, моя машина, пистолет и все остальное. Может, все это сделано, пока я был в отключке? Найми себе адвоката, Краснов, и парь ему мозги этой лобутой насчет отключки. На самом деле, все было гораздо проще. Ты покопался в информационном отделе Петровкиным, об этом доложили. И нашел информацию о Германе Фрейне, президенте нефтяной компании, которая готовит крупную сделку со своими партнерами. Ты вооружился видеокамерой и снял компромат на его жену. А потом, рассчитывая, что Герман Фрейн не захочет скандала и даст тебе кругленькую сумму, пошел его шантажировать. Но он оказался крепким орешком. Ты стал на него давить. И, опасаясь разоблачения, ты застрелил его. Потом убил его жену. А после этого пытался имитировать ограбление, но не успел. Тебя кто-то спугнул, и ты покинул особняк. Субтитры делал DimaTorzok ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Отойди. Лех, ты мне должен помочь. Ты же понимаешь, что какая-то сука подставила меня. Ну, пойми, какой мне резон тебе врать. Узнай, куда подевалась прислуга Анны. Звали ее, кажется, Ольга, этого, Савраскина. Проверь его тоже. Он может больше знать, слышишь? Я тебя предупреждал, Серега, а ты с ней спал. Спал, не спал! Я не помню, что я делал. Лех, разберись. Ты мне веришь. Ты же знаешь меня не один год. В том-то и дело, что я тебя прекрасно знаю. И знаю, как ты ловко умеешь работать с фактами. Ты же понимаешь, что с такими уликами сам Господь Бог не смог бы обмазаться. А у каждого должен быть шанс на оправдание. Твои слова. Хорошо. Завтра тебя поведут на место преступления. Я постараюсь что-нибудь сделать. Все. Лех, Лех, ты мне должен помочь! Ты мне должен помочь! Рассказывай и дальше, Краснов. Не бросай меня. Анна Михайловна попросила меня остаться с ней. Сказала, что отпустила прислугу и охрану. Ну, вроде как ей страшно одной в доме. На столе и на полу. Везде валялись бумаги. Ну, типа она вышла из гостиной на минуту. Я задел бумаги на тумбе. Покажи. Вот здесь я задел бумаги на тумбе. Они упали вместе с ними. На пол упал пистолет. Я его подобрал. Вошла Анна. Сказала, что он принадлежит ее мужу. Герману. Дальше. Мы ужинали. Где это было? В столовой. Это там. Потом позвонила Таня. Фамилия? Татьяна Боброва. Мой помощник. Дальше. Я вернулся сюда. Чтоб достать телефон из куртки. Куртка лежала вот здесь. В кресле. Вошла Анна. Она принесла с собой мой стакан. А что выпили? Кажется, виски. Потом она мне что-то рассказывала про свою жизнь. Что-то про мужа. О том, что она боится, что за все придется платить. Дальше. Дальше я ничего не помню. Я пришел в себя только, когда меня бойцы скрутили на моем диване. А чего именно вы не помните, Краснов? Того, как застрелили внезапно вернувшегося Германа Фрейна? Потом имитация ограбления. Да я устал оправдываться. Я никого не убивал. Странно, Краснов, что ты не помнишь самого главного. Того, что могло бы помочь тебе оправдаться. Товарищ подполковник, все, что было дальше, я помню смутно. Хорошо. Напиши на бумаге все, что ты помнишь, так сказать, смутно. И учти, Краснов, чисто сердечное признание сильно облегчит всем нам дальнейшее существование. Да мне не в чем признаваться. Необходимо найти Татьяну Боброву. Она была в курсе происходящего. Надо найти телохранителя Анны. Найти и допросить. Может, это они завалили хозяев. Хватит все. Игры кончены. Везите его в камеру. Вставай, пойдем. В 15 часов ко мне в кабинет. Игры кончены. Игры кончены. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Говорить быстро, не перебивать и не юлить, понял? Ты что, охренел, что ли? Говорю, уже не перебивать, понял меня или нет? Или больно сделать? Понял, понял. Кто убил оно, Фрейн? Ты ее и убил. Слушай, Боров, мне сейчас летит надолго забыть все приличия и условности этой жизни. И три на мне трупа будет или больше значения не имеет, так что если хочешь жить, отвечай. Иначе я устрою фейерверк из твоих скупных мозгов, понял? Кто ее убил, где его найду? А если я тебе пошлюсь от снахеря, отвечать на твои вопросы не буду. А вот это я тебе не рекомендую. Так, ну, все, 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 все. Я должен был только показать на нее на опознание. Ты ее? Нет, не я. Кто? Кто? Как его зовут? Где живет? Я действительно не знаю. Я хочу воды, дай мне бить. Потерпи. Отвечай. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, докладывайте. Ну что? Нашли такси, бросил на Пятницкой. Никто его не видел, в офисе не появлялся. Максим вот крепко влетел от начальства, рвет и мечет. Наверное, он у меня так, что все лицо в слюнях или утерся. А может, за Фоминым проследить? Думаешь, выведет нас на Краснова? А кто его знает? У него всегда что-то на уме. Молчит, нас сторонится. Не думаю, что из-за Краснова он стал бы рисковать карьерой. А молчит? Наверное, потому что сказать нечего. Я ему не верю. А кому ты веришь? Никому. Привет. Документы в бардачке. Тихо. Шевельнешься, я пристрелю тебя, понял? Я ж лучше отвечаю на вопросы коротко ясно, кивни головой. Продолжай жевать. Кто убил Анна Фрейн? То есть как? Я убил у нее дома. Нет, то есть у меня дома. То есть почти у меня дома. Что это значит? Четыре дня назад Анна продала мне особняк. Я должен был получить все документы. И мы должны были с ней встретиться. Но она... Но в этот день я узнал, что она убита. Я не знал, как мне поступить. Но деньги я ей уже отдал. Вот так просто отдал деньги за особняк и сколько ешь. Три миллиона наличными. Мы доверяли друг другу. Ее попросил этим заняться Герман. Если вы от Германа, то я все могу объяснить. Я знаю. Кто такой этот матч татуированный брюнет? Я не знаю. Она появлялась с ним в ночных клубах. Он фотомодель. Я не знаю, как его зовут. Где он может быть? Где она с ним встречалась? Отвечай. Я один раз видел их в клубе Малибу. Но как его зовут, я не знаю. Я прошу вас, не убивайте меня. Тихо. Если собрал мне, я тебя найду. Пожалуйста. СМЕЛЬНЫЕ ШИк Девушки отдыхают Оставьте нас, майор Что у вас? Информация об Анне Фрейн И результаты опознания женского трупа Из особняка Я был в морге Не понял Подойдите Девушки отдыхают 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 Куда они поехали? Подтово поехали! Что еще? Анализы ДНК и подробная докталоскопия Показали, что труп женщины Это Ольга Рябова Прислуга Анны Фрейн Она уже полгода работает у нее Вот документы Ее опознала ее мать, когда пришла писать заявление об исчезновении дочери. Также я выяснил, что со всех счетов Германа Фрейна за последние несколько суток были переведены деньги в различные иностранные банки на общую сумму 69 миллионов в евро и в акциях. Самое интересное, что к этим деньгам не имел доступа никто, кроме Германа Фрейна и его жены. Счета можно вычислить, заблокировать? К сожалению, нет, товарищ полковник. Вы же знаете особую симпатию западных органов подобного рода запросам. Во всяком случае, это займет очень много времени. За это время можно будет перевести любые счета в любые банки и вообще исчезнуть. Итак, капитан Фомин, значит Фрейн жива. Я этого не знаю. Но я знаю точно, что Сергея не убивала, но Фрейн ее надо искать. Получается, что Краснов убил прислугу. Зачем? Мотивов никаких. Я думаю, что все это подстроено. А Краснов отличное прикрытие. Телохранители? Савразкин мертв. Кто еще? Взяли двух подельников Савразкина. Сейчас их допрашивают. Они работали вместе в одном охранном агентстве. И еще я разослал фотографии Анны Фрейн во все отделения милиции, на все вокзалы, аэропорты, на все пункты пересечения границ Российской Федерации. Черт, а что же с видеозаписями с камер наблюдения в особняке? Монтаж. Монтаж. Склейки с разных камер. Абсолютно четко установлено, что видео с Красновым и убийство Германа Фрейн снято совершенно в разное время. А что же вы раньше не могли это установить? Слишком много было косвенных улик против Сергея, говорящих об его причастности к убийству. Но я думаю, на это было рассчитано, чтобы запутать следствие и пустить его по ложному следу. Ну что служба безопасности? Поймали мы оборотня в погонах? Как же мы быстры обвинять людей? КОНЕЦ Здравствуйте. Серега! Краснов! Посмотри на меня! Серега! Пожалуйста. Все в порядке? Снимите очки, пожалуйста. Серега! Ну как ты тут? Моргни, дай знать. Вызывайте скорую срочно! Ну что встали? Не шевелись! Не шевелись! Мы тебя сейчас вытащим. Этот... Этот... Смерки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Он... Убил... Завраскин! Он... Убийца! Терпи, Серёжа Краснов. Терпи, мужик. Я тебя прошу. Я хотел бы. Хорошо, сейчас мы тебя вытащим. Подпаковник. Я понял, я всё понял. Ты, главное, не шевелись, не разговаривай. Счастливого аппетита. Спасибо. Пошло оно всё в черте собачьем. Небо такое. Господи. Небо. Неужели всё? Проехали. Господи. Слава тебе! Нам удалось! Да! Да! Да-да, удалось только. Только не умри от счастья. Я куплю себе дом на берегу океана, дорогую тачку и пару мужиков-культуристов. Мужики тебе зачем? Они будут делать мне массаж и ласкать меня, как только я этого захочу. Да! Не ори только. Я от тебя оглохну. Я тебя никогда не спрашивала, сколько у нас. А теперь я очень хочу знать. Мне очень интересно. Сколько? На твой век хватит. Будешь жить как принцесса. А как далеко мы от границы отъехали? Километров пятьдесят проехали. Слушай, давай остановимся. В кустике сбегаем. Я больше терпеть не могу. Да, да. Я тоже хочу. Когда пограничник буравил меня глазами, я думала, там трусы наделаю от страха. Все, подруга. Все позади. Можно привести себя в порядок и успокоиться. Потом давай остановимся где-нибудь, перекусим. А то я такая голодная на нервной почве. А как ты думаешь, здесь медведи водятся? Или волки? И волки, и медведи все водятся. Перестань меня пугать. Я и так вся дрожу от страха. За что? Тихо. Ты Таня сучка. Все равно предала бы меня рано или поздно. А предавшая однажды не остановиться, пока танешь. Ах! Илти Rozки ... ... ... ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА